Здравствуйте! «Ход короля» – историческая драма совместного производства Германии и Австрии и отличный повод познакомиться с творчеством удивительного немецкого режиссера Филиппа Штёльцля, известного прежде всего своими оперными постановками и музыкальными клипами для группы «Рамштейн» и других ярких исполнителей. Фильм «Ход короля» – это история противостояния человека и навязанной системы, сочетающая в себе историческую драму с психологическим триллером. Фильм снят по мотивам последнего и известнейшего произведения знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга – шахматная новелла. Весна, 1938 год. Нотариус Йозеф Барток пытается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но попадает под арест. Он становится узником гостиничного номера в отеле, где обосновалась немецкая полиция, скрытый от солнечного света, полностью изолированный и от внешнего мира, лишенный возможности обмолвиться хоть с кем-нибудь словом. Гестапо обещает Бартоку свободу, если тот назовет коды доступа к денежным счетам. Клиентами Нотариуса были самые богатые и высокопоставленные чины Австрии, доверявшие юристу свои состояния. Но Дерой, понимая, что на эти средства Германия развернет войну, упрямо молчит. Закрытый в одиночной камере, он совсем теряет связь с миром. Чтобы не сойти с ума в застенке, Барток начинает штудировать сборник шахматных задач, который смог похитить у следователя во время допроса, в которой расписаны лучшие шахматные партии. Игра становится для него спасением и наваждением. История пребывания Бартока в Дестапо параллельно идет с историей, как уже уволенный нотариус мигрирует в США на корабле, где ему случайно придется сойтись с известным шахматным гроссмейстером. Лента очень сильно отличается от книги Стефана Цвейга. Именно поэтому авторы отмечают, что фильм лишь по мотивам произведения, а не экранизация. Режиссер Филипп Штельцель постоянно ставит фильм на грань между психологическим и психоделическим триллером, запутывая своего героя в том, где реальность, а где галлюцинация. Режиссер разыгрывает своеобразную шахматную партию со своим зрителем. Саспенс, который базируется на резких музыкальных переходах и крупных планов под разными углами, создает необходимую динамику, чтобы показать мир глазами главного героя, Бартока, где посттравматический синдром, реальность и надоедливые воспоминания живут в одном пространстве. Идеально отыгрывает эту непростую главную роль Оливер Мазуччи. Актер постоянно меняет характер персонажа с высокообразованного и беззаботного светского льва до нервозного и измученного бывшего пленника и обратно. Такой маятник эмоций постоянно держит зрителя в напряжении, который к тому же еще и должен постоянно разгадывать, где в этой ленте реальность, а где галлюцинация, где воспоминания, а где события настоящего. Если Цвейх, автор новеллы, оставляет своего героя в покое под конец рассказа, то в фильме до самых титров режиссер сохраняет интригу. Что же на самом деле произошло с главным героем, нотариусом Йозефом Бартоком? Интрига, которая развивается в двух временных плоскостях, в дестаповском заточении и на корабле, плывущем в Америку. «Ход короля» — это история о пережитом. История о том, как человек заменяет стоицизм эскапизмом. Однако, это его не спасает от ужасов реальности. История, в конце концов, о несукрешимости на уровне безумия. Интересно то, что еще до премьеры фильм «Ход короля» объявили лучшей лентой года в Германии и номинировали на 7 престижных наград. Приятного просмотра. До скорой встречи.